Добрый день, меня зовут Мелис Мураталеев, я являюсь председателем национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при президенте Казахстанской Республики. Можете ли Вы подробно рассказать о деятельности Вашей комиссии? Ну, основная деятельность нашей комиссии это ведение языковой политики в нашей республике и у нас в прошлом году был принят конституционный закон о госязыке, в нашей Кыргызской Республике Кыргызский язык является государственным языком и сейчас теперь ведутся такие полномасштабные работы по ведению языковой политики, то есть во всех сферах, государственных учреждениях, частных и так далее, чтобы государственный язык был полномасштабным. Полномасштабно, полномерно представлен во всех сферах государства. Между Государственным комитетом Азербайджанской Республики по работе с диаспорой и Вашей национальной комиссией был подписан меморандум. Можете рассказать Вы о дальнейших перспективах в сфере сотрудничества? Сегодня, недавно только мы сейчас познакомились с Вашим председателем, очень в теплой атмосфере прошла наша встреча. Меня радует то, что мы не остались без внимания, потому что вот пребывая здесь в Баку в рамках государственного визита нашего президента в Республику Азербайджан, так совпало, что здесь были еще и дни, и сейчас происходят дни культуры Кыргызстана в Азербайджане. Я был приглашен в качестве представителя интеллигенции. У нас здесь еще был круглый стол интеллигенции двух стран. Очень хорошие были вопросы затронуты. И вот Ваш председатель пригласил меня официально, чтобы мы здесь встретились. И вот как раз был разговор о дальнейших перспективах. Может быть, так вышло все к тому, что прям вот как будто запланировано сверху. Вчера была презентация в рамках нашего круглого стола, презентация книги нашего великого поэта Алла Кулос-Монова. Ну, не просто книга, а презентация книги, которая была переведена на азербайджанский язык. Это очень нас порадовало. До этого было открытие памятника Ченгуза-Этьматова здесь. Это такие знаменательные события для нас. И вот с председателем Госкомитета по делам диаспоры мы сейчас пообсуждали вопрос. Вот стоит, допустим, для нас очень интересна тема Низами Ганджави. Допустим, у него есть такое шикарное произведение, как «Искандерный». Это про Александра Великого. И вот там, в этом произведении есть определенное место касательно нас, Кургызов. Там есть такое событие, где Александр встречается с Кургызами, и происходит такая беседа, такая символическая беседа. Я ее представляю как диалог цивилизации. Почему? Потому что представитель, ну, скажем, европейской цивилизации здесь сталкивается с иным миром кочевой цивилизации. И у него очень много вопросов, непониманий, кто вы, Кургызовы, почему вы так живете, что за быт у вас и так далее, и так далее. Особенно нрав какой у вас. И вот эта вот вся беседа, ее так шикарно преподнес Низами Ганджави. Для меня это было всегда удивительно. Я всегда поражался, откуда мог человек, живший в 12-13 веке, знать нашу культуру так близко. И здесь я уже думаю, что все-таки наша культура, она единая, корни едины, тем более язык у нас практически один. И поэтому я думаю, вот для нас, чтобы укреплять наши братские связи, культурные, исторические связи, да, все-таки это было бы интересно, если бы мы это произведение еще и бы читали бы на своем языке. Поэтому мы этот вопрос сейчас здесь рассмотрели, очень хорошо было принято это мысль. И дальше у нас вот в Кыргызстане есть диаспора Азербайджана. Немного азербайджанцев, около 20 тысяч, но они очень активны у нас. Они сроднились с кыргызами. Многие представители старшего поколения, среднего поколения, они еще и знают кыргызский язык. Не все, скажем, но многие. Наша культура очень похожа, поэтому мы как бы как братья и в Кыргызстане проживаем. И когда сюда приехали, мы это все прям видели здесь и видим до сих пор. И меня это очень приятно удивляет. Все-таки наши одни исторические культурные корни, они одни единые у нас. Нас это радует. Ну, в дальнейшем мы, конечно, еще планируем провести какие-то вот встречи, может быть, представителей интеллигенции. Почему? Потому что это очень важный момент. Интеллигенция – это, можно сказать, та категория представителей, та категория, ну, гэтмоса или народа, скажем, которая является по-своему послом мира. Благодаря интеллигенции мы друг друга можем познавать глубже, ближе. Благодаря интеллигенции мы себя показываем, знакомим себя, познаем других и так далее. Мы можем укрепить какие-то связи дружелюбные наши в плане там литературы, может быть, культуры, ну, и истории также. И мне кажется, в этом плане, если мы укрепим связь и в рамках каких-то вот встреч интеллигенции, я думаю, это послужит только на благо. Ну, согласна. А вообще вы были ранее в Азербайджане или это ваш первый визит? Нет, мой визит в Баку – это первый. Я первый раз и очень впечатлен, очень хороший такой яркий город. Я побывал уже в нескольких местах, вот в старом городе побывал, посетил национальный музей, исторический ваш. Вот вчера были в библиотеке национальные. Больше всего меня поразило центр имени Гидара Алиева. Это такое шикарное здание. Я считаю, оно является непременным достоянием города Баку, потому что такой конструкции архитектурной я еще нигде не видел. Очень приятно было посетить выставки внутри этого центра. У нас там просто было еще открытие, наши одни культуры, там был большой галоконцерт и зал такой шикарный. В общем, Баку, да, он такой в то же время исторический город, но и видно, что он еще и растет, он еще приобретает такой современный облик. Не зря Баку называют городом контрастов. Да, скорее всего, да, город контрастов, потому что я в один момент я вижу здесь следы истории глубокой такой, и архитектурно-строительной, и культурной, да. И с одной стороны вижу вот эти современные здания, новизну, инновации, все, и прям впечатляет очень. И очень порадовало вот то, что я пользуюсь случаем, хочу поблагодарить азербайджанский народ, потому что вчера было, позавчера было открытие памятника великого крыльского поэта, писателя Ченгаза Айтматова. Шикарный памятник на хорошем таком месте, на площади, там, рядом с парком. Всей нашей делегации очень понравилось, особенно сыну Айтматова, он тоже был среди нас. Ну, это, понимаете, это волнительно для нас, особенно, потому что Ченгаза Айтматов – это величина мирового такого масштаба. И благодаря Айтматову мир узнал и каргызов, он ознакомился с каргызской культурой, с каргызской историей, с каргызским бытом и так далее. Поэтому для нас это очень важно, это такое событие для нас. В общем, мы благодарны азербайджанскому народу. Спасибо большое, будем рады видеть вас снова. Субтитры создавал DimaTorzok